Итак, мы подходим к концу изучения второго послания к Тимофею. Это последние слова, написанные Павлом, не только Тимофею, но вообще когда-либо написанные им слова, записанные в Библии. Мы с вами же разобрали три главы, множество наставлений, предупреждений, ободрений. На прошлом занятии мы разбирали стихи, записанные в третьей главе, с 10 по 17 стихи, призванные подготовить Тимофея, чтобы жить достойно, жить как христианин, как последователь Иисуса Христа, как лидер церкви. В четвертой главе, с первого стиха, мы видим Павла, готовящегося к отходу. Когда он писал эти строки, он знал, что уже пора, что не так много времени осталось для написания этого послания. И он все более и более думает о том, что жизнь его подходит к концу. И я хотел бы привести для вас вот такой пример. Когда вы с кем-то прощаетесь, насколько это тяжело для вас? Вы скажете, ну это зависит от того, увижу я этого человека или нет. Вот, например, я преподаю здесь, это уже восьмой день наших занятий. И когда в конце первого, второго, или третьего, или четвертого дня мы говорили, увидимся завтра, или до свидания, я думаю, не так много эмоций мы испытывали, потому что мы были практически уверены, что на следующий день мы вновь увидимся в классе. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Но сегодня, когда мы скажем друг другу «до свидания», это уже будет сложнее, потому что вы стали моими друзьями. Я уже видел вас восемь дней на протяжении наших занятий, и я не уверен, что мы вновь увидимся. Кого-то я увижу в воскресенье в церкви, у меня есть еще возможность быть в церкви в воскресенье здесь. И кого-то я из вас, студентов, увижу там, но, если честно, некоторых я не увижу никогда, потому что я не уверен, что я вернусь. Может быть, меня вновь пригласят сюда преподавать, но кто-то из вас уже переедет в другой город. Или выйдет замуж, или женитесь, у вас будут дети, вы будете заняты, и не сможете приехать. И это не так просто. Я готовился сегодня утром к этому занятию, и меня перенаполняли эмоции. Я хочу вернуться домой, увидеть свою семью, но сказать «до свидания» тем, кто был здесь в классе, непросто. Но, знаете, бывает еще труднее сказать «до свидания», когда вы прощаетесь с умирающим. Этим утром я получил письмо, где говорилось об одном человеке, он примерно мой ровесник, дети такого же возраста. Я с ним всего лишь один раз встречался. Но у нас очень похожие пути в жизни. У меня была проблема с печенью, я вам рассказывал, мне пересадили новую печень. И в первый год, когда я приезжал сюда преподавать в колледже, Джим Макнил, директор школы, сказал, «Брюс, расскажи мне о своей болезни». И я рассказал. И он мне сказал, «Брюс, я знаю человека, его зовут Терри, у которого такая же болезнь, как у тебя, или очень похожая. Не хотел бы ты написать ему письмо, или просто познакомиться с ним, может быть, ты сможешь ободрить его? Он еще ждет пересадку печени, а ты уже прошел через это». И я ответил, «Конечно, это будет здорово». И, вернувшись домой из России, написал ему письмо. Мы переписывались, и где-то через год, и ему пересадили печень. Все прошло хорошо. Он смог вернуться к служению. И Бог был очень благ. Но знаете, когда я приехал в Россию в этот раз, я получил письмо от друга, где сообщалось, что Терри вернулся в Америку из Японии. И, вернувшись, он почувствовал себя плохо. Вдобавок ко всему, у него обнаружили рак. И когда врачи провели исследование, то обнаружили, что его рак вернулся. И я очень опечатился. Я молился за его семью, за его жену, за его детей. Но я надеялся, что обнаружили достаточно рано, и он выздоровеет. Но затем я получил еще одно письмо, где сообщалось, что он очень в тяжелом положении. Ему назначили некие процедуры, чтобы облегчить боль. Но ему сказали попрощаться с родными, потому что он может не перенести эти процедуры. Я думаю про себя, вот это да. И вот сегодня утром я получил письмо, где говорилось о том, что вся семья собралась, чтобы попрощаться с Терри. Врачи отключат систему поддержания жизнедеятельности, и Терри умрет. У меня просто сердце остановилось. Он умрет. Я встречался с ним всего лишь раз, но наша история очень похожа. У него дети примерно такого же возраста, он женат. Я думаю, Господь, как его семья может найти силы сказать ему до свидания, прощай, он еще молод, ему где-то за сорок. И сказать «до свидания», сказать «прощай» становится очень непросто, потому что это означает сказать «прощай» навсегда. Но если вы последователь Иисуса Христа, вы скажете, «Но мы увидимся вновь, увидимся на небе». Да, это верно. У нас есть надежда. И мы скорбим, как имеющие надежду, как записано в первом послании к псалоникийцам. Но все равно мы чувствуем боль, когда кто-то говорит «прощай» в последний раз на этой земле. И именно это собирается сделать Павел. Он находится в тюрьме, и, как мы верим, в тюрьме, которая на два этажа под землей. И он знает, что наступит день, когда придут за ним, выведут его и казнят. И прежде чем сказать «прощай», он пишет эти стихи своему другу и наставнику Тимофею, а Тимофей оставлен им в Ефесии, чтобы следить за церквами, которые находятся в том регионе. И Павел пытается ободрить Тимофея. «Тимофей, ты сможешь это сделать. Ты должен это сделать». Если бы можно было озаглавить стихи с первого по восьмой четвертой главы одним словом, то это слово было бы «фокус». «Фокус». Если бы я знал, что мне осталось жить всего лишь один день, или одну неделю, или один месяц, или один год, то я не стал бы заполнять свою жизнь суетой. Я был бы очень сфокусирован. Чем старше я становлюсь, тем лучше осознаю, насколько коротка эта жизнь. Вы можете прожить сто лет, может прожить восемьдесят лет, или пятьдесят лет. В следующем году мне исполнится пятьдесят. И я уже прожил больше половины своей жизни. Чем старше я становлюсь, тем больше осознаю, что я должен быть более сконцентрирован в своей жизни. Уже прошло детство, прошла юность, и я ближе к концу, чем к началу. Большинство из присутствующих здесь в классе молоды, студенты, двадцать лет, все еще впереди. Но те из нас, кто старше, скажут, жизнь так коротка, она проходит так быстро. Я помню своего дедушку, когда ему было за восемьдесят. Он умер, когда ему было девяносто один год. Достаточно здоровый человек. Но когда ему было за восемьдесят, он сказал, «Брюс, чем старше я становлюсь, тем быстрее жизнь мчится». Я спрашивал, «Дедушка, как это может быть? Работать тебе не надо, ты можешь делать все, что хочешь. Как она может проходить так быстро? Чем старше я становлюсь, тем яснее я сознаю, насколько быстро пролетает жизнь. Так многое проходит мимо. Поэтому очень важно сохранять фокус. И когда Павел готовится сказать «прощай», мы видим его призыв сохранять фокус. Когда во всем мире такой хаос, столько всего происходит, в нашей жизни, в наших церквах, мы должны сохранять фокус. А сейчас давайте прочитаем 2 Тимофею, 4 главу, стихи с 1 по 8. 2 Тимофею, 4 глава, стихи с 1 по 8. «Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим, Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и царстве Его. Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долотерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение Твое. Ибо я уже становлюсь жертву, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день Он и не только мне, но и всем возлюбившим явления Его. Итак, мы говорим о фокусе. И в первых стихах Павел дает пять очень конкретных указаний. И начинает он так. «Я заклинаю тебя». «Заклинаю тебя». Что же это значит? В римской и греческой культуре это слово означало следующее. Это означало призывать имена богов, потому что то, что я собираюсь сказать, очень важно. «Я заклинаю тебя в присутствии Зевса, Аполлоса, греческих богов. «Я заклинаю» означало, что перед лицом всех этих богов я говорю тебе что-то, нечто очень важное. Но Павел не призывает имена греческих богов. Он говорит, «Я заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом». «Бог мой свидетель, Его Сын, Иисус Христос, сидящий одесную Бога». И Павел пишет, «Который будет судить живых и мертвых». Он достоин судить сердца и намерения всех людей, везде и всегда. «Да, вот так я заклинаю тебя, Тимофей, Бог мой свидетель». Но Павел не только это пишет, он пишет в явлении Его и в царстве Его. Тимофей, ты знаешь так же, как и я, царство Его реально. Он вновь грядет. И опять же, представьте, что вы живете в Первом веке, в Римской империи, и до вас доносится слух, что сам император посетит ваш город. Что вы будете делать? Надо убрать в городе. Надо покрасить дома, вымести улицы. Надо сделать так, чтобы везде было чисто, потому что если император увидит, что наш город грязный, то нам будет стыдно перед ним, и ему будет стыдно за нас. И так как император грядет, то надо самим быть готовым к Его пришествию. И Павел пишет, «Послушай, Бог будет судить живых и мертвых в явлении Его и царстве Его. Оно грядет. Будь готов, Тимофей». И далее он пишет очень конкретное наставление, одно из четырех. Во втором стихе он пишет, «Проповедуй Слово. Проповедуй Слово. Провозглашай его». Я думаю, многие, кто смотрит этот курс, скажут, «Я рад, что я не проповедник, как ты, Брюс. Это твое призвание, поэтому ты проповедуй. Тебя к этому призвал Господь». Но это не только относится к проповедникам. Это относится ко всем нам. Опять же, вернемся к Кримской империи. Если послание императора провозглашается по всей империи, то каким образом это происходит? Тогда не было интернета, не было телевидения, тогда даже не было почты, обычной почты, которая есть у нас сегодня. Глашатый будет ходить из города в город. Один Глашатый поедет в этот город, другой Глашатый поедет в другой город. И Глашатый приходит на главную площадь города и объявляет, «У меня есть послание от императора». Император объявляет новый закон, этот новый закон состоит в том, и далее Глашатый объясняет суть этого закона. Простой пересказ того, что император желает донести до людей. Вам не нужно быть священнослужителем или рукоположенным, чтобы проповедовать Слово. Павел пишет Тимофею, «Проповедуй Слово». Не отступает простоты. Тимофей, проповедуй Слово. Не надо проповедовать что-либо еще. Да, Тимофей, нужно знать свою культуру, нужно знать лжеучения, которые проникают в твой город. Но, Тимофей, проповедуй Писание. И будучи пастором и проповедником в церкви, я понимаю, что в этом мое призвание. Но это относится не только ко мне, это относится ко всем нам. Вы беседуете с кем-то и думаете про себя, а что означает это место Писания? Я помню, как апостол Павел, который был смел и проповедовал Евангелие везде и всегда, и все равно он просил молиться за него. Вот что он пишет. «Молитесь и о мне, дабы мне дано было Слово, устами моими открыто, с дерзновением возвещать тайну благовествования». Если сам апостол Павел просил молиться о нем, чтобы он с дерзновением проповедовал Слово Божье, Тимофей, ты тоже можешь. Ты можешь проповедовать Слово. Далее Павел пишет. «Настой во время и не во время». Тимофей, будь готов. Всегда готов. Будь готов во время и не во время. Мне представляется женщина, которая на девятом месяце беременности. Ребенок уже сформирован, он уже готов, и она знает, что роды могут начаться со дня на день, в любой момент. И у этой женщины уже приготовлена сумка с одеждой, что когда наступит момент, она будет готова. У Труди была сумка на готове, и мы знали, что когда наступит этот момент, мы сразу поедем к доктору, чтобы родился наш ребенок. Тимофей, я хочу, чтобы ты был готов всегда проповедовать Слово и Послание Иисуса Христа. Вы скажете, «Ну в чем это проявляется?» Вот представьте, что вы пьете кофе с другом, и ваш друг не знает Иисуса Христа, не имеет отношения с Ним. И с другом вы не виделись, ну скажем, месяц, и поэтому вначале вы говорите там о жене, о детях, о работе, о том, что происходит вокруг вас. Вы просто разговариваете. Простой разговор. Но неожиданно ваш друг смолкает. Выражение его лица становится серьезным. Смотрит на вас и говорит, «Мой брак распадается. От меня ушла жена. Что мне делать? Готовы ли вы? Готовы ли вы поделиться из Слова Божьего тем, что ободрит вашего друга? Скажете ли вы ему о вере? Скажете ли вы о том, что Бог любит всех людей? В Библии есть обетование о том, что в тот момент, когда вам нужно будет Слово, Бог вложит его в ваши уста. Молитесь обо мне, что когда я открою свои уста, Бог даст мне, что сказать. «Тимофей, я хочу, чтобы ты проповедовал, и я хочу, чтобы ты был готов во время, не во время». Далее Павел пишет еще три наставления. Обличай, запрещай, увещевай. Это три слова, как бы три грани одного и того же. Вот если посмотрите на драгоценный камень, на бриллиант, если положите этот бриллиант на черную ткань и посмотрите на него через увеличительное стекло и будете поворачивать этот камень при определенном свете, то каждый раз вы будете видеть что-то новое, поворачивая этот камень. Эти три слова, как бы три грани одной идеи. «Призыв обличать» означает призыв говорить кому-то, что он не прав, так, чтобы он сказал «Я извиняюсь, я изменюсь». Вы говорите им истину, и они отвечают «Вы правы, я не прав». Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Слово «запрещай» означает, что вы говорите им истину, и они размышляют о ней. Вы объявили им истину, и они должны подумать над своим отношением к этой истине. Слово «увещевай» означает умолять кого-то, призывать кого-то со всей серьезностью что-то изменить. это как бы, если бы я сел со своими детьми и сказал им, «Третье, начинается новый учебный год. Позвольте мне рассказать вам об опасностях, которые вас ждут. Вы должны быть готовы, и это будет пример увещевания». И все эти три слова, по сути, одно – это предупреждение, когда говорится истина с любовью. То, как люди ответят вам, это уже Божье действие. Но вы можете призывать их, говорить им истину Божьего слова. Посмотрите, с каким отношением вы должны говорить истину. В конце второго стиха Павел пишет, «Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, со всяким долготерпением». Я знаю некоторых людей, которые постоянно приходят ко мне с одной и той же проблемой. Вновь и вновь, вновь и вновь. И проблема не решается. Я им опять говорю, что говорит по этому поводу Божье Слово. Вот такой вам совет. Они уходят, говорят, «Спасибо, пастор Брюс, и через месяц возвращаются и говорят, проблема та же самая». И Павел пишет, «Тимофей, на тебе ответственность, чтобы говорить им истину, но делай это с долготерпением и ожидая, что Бог будет действовать в их сердцах». Но зачем проповедовать? Зачем быть готовым? Зачем увещевать, запрещать, обличать? И об этом Павел пишет в третьем и четвертом стихах. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые стили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Тимофей знает, что в последние времена люди не захотят слушать истину. И так как есть лжеучителя, есть те, кто искажает истину, изменяет ее. Поэтому каждый может найти себе учителя по вкусу. И это происходило в первом веке. Приезжал какой-то учитель, и кто-то слушал его и говорил, «Но он мне не нравится». А другой скажет, «Это самый лучший учитель, я когда-либо слышал». А сегодня, в наше время, возможностей для лжеучителей процветать гораздо больше. Потому что сегодня так много людей, учителей, пасторов, провозглашателей, различных истин можно найти в интернете. Вы можете загрузить их, слушать их, выбрать себе того, кто вам нравится. Мы уже не живем в ту эпоху, когда вы слушаете только одного проповедника в одном городе. Вы можете выбрать себе проповедника даже из другой страны, из другой деноминации. «Тимофей, это произойдет». У Тимофея суть вот в чем. Проповедуем ли мы Слово Божье? Говорим ли мы истину Божьего Слова? Потому что иногда люди не будут хотеть это слышать. Они будут искать учителей, которые льстят их слуху. Они хотят найти такого учителя, который бы говорил им то, что им нравится. И Павел пишет, что они от истины отвратят слух и обратятся к басням. Итак, что же нам делать? Что же нам делать? И в пятом стихе Павел дает такое наставление Тимофею. «Но ты будь бдителен во всем». Бдителен во всем. Павел призывает Тимофея быть бдительным, но это не означает, что мы должны ходить целый день с таким выражением лица «Мы бдительны», «Я серьезный», «У меня нет права улыбаться, веселиться». И также это не значит, что вы не пьяны, что вы не являетесь алкоголиком, зависимым, и поэтому вы трезвоебдительны. Нет. Это означает, что вы мыслите ясно. Тимофей, тебе очень многое отвлекает, много проблем, но при этом важно ясно мыслить. Мы живем в такое время, когда приходится справляться с огромным потоком информации и новым приоритетом для этого поколения, для нашего поколения, становится стремление разобраться в этой информации, стремление сохранить ясность мышления даже в такое время. И это огромный вызов для нас сегодня. Но Павел призывает Тимофея быть не только бдительным, далее он говорит «Переноси скорби». Немного ранее Павел писал «Если ты последователь Иисуса Христа, то ты будешь гоним, но я не хочу страдать, я не хочу испытывать боль, мне не нравится дискомфорт, мне не нравится, когда я не нравлюсь людям». Если они знают, что я последователь Иисуса Христа, они будут говорить обо мне. Или если вы живете в этой стране, то меня лишат определенных привилегий, а если вы живете на Ближнем Востоке, то это может означать, что вас смогут убить. Я не хочу умирать, я не хочу страдать. Но Павел пишет, Тимофей, «Переноси скорби». Павел так поступает, он находится в тюрьме. И третье, что пишет Павел, «Совершай дело благовестника». Ну, Павел, это ты благовестник, не я. Я не могу делать то, что ты делаешь. Я не могу идти в Новый Город и проповедовать там Евангелие, как ты проповедуешь. У меня нет силы. Но заметьте, Павел не призывает его стать штатным евангелистом, он призывает его совершать дело благовестника. Здесь та же идея, что в его наставлении «Будь готов». Я сам не считаю себя одаренным благовестником. Когда я прохожу тест на выявление духовных даров, то дар благовестника в самом низу. Вряд ли я наделен духовным даром благовестника. Но смотрите, что происходит. Если у меня есть возможность поговорить с кем-то об Иисусе Христе, и даже не я инициирую его, Бог дает такую возможность для меня, и мне это нравится. Мне нравится говорить о Библии. Мне нравится говорить о том, что в ней написано об отношении к Иисусу Христу. Я просто не могу это делать все время. И об этом пишет Павел Тимофеев. Тимофей, я знаю, что ты застенчив. Я понимаю. Ты пассивен. Я понимаю, Тимофей. Но ты должен совершать дело благовестника. И такие возможности всегда будут у тебя. Павел пишет, я хочу, чтобы ты исполнял служение свое. Тимофей, Бог призвал тебя исполнять не мое служение, но свое служение. И Тимофей, когда я наблюдаю за твоим ростом, как проявляются твои дары, какой одаренный ты учитель, ты тот человек, который нужен в Эфесе. Наступило время мне уходить. Я основатель церквей, я благовестник. Но Тимофей, ты нужен им, ты учитель. Исполняй служение свое. И делай это хорошо. Из всех сил. Итак, запомните, будь бдителен, мысли ясны. Переноси скорби, они придут. Будь готов. Совершай дело благовестника, даже если это не твой основной дар или не твое основное призвание. И, наконец, исполняй служение свое. И вы можете задать вопрос, а зачем? Павел, мы давно знаем друг друга. Зачем? Зачем мне все это делать? И это объясняет Павел в стихах 6 по 8. Павел пишет, «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». Тимофей, время мое закончилось. «И я прошу тебя делать то, что прошу, потому что меня уже скоро не будет. Я прошел свой путь». Седьмой стих. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Тимофей, как если бы я бежал марафонскую дистанцию, я пробежал один километр, второй километр, третий километр, пятнадцатый, двадцатый, сороковой километр, и мне осталось совсем чуть-чуть, чтобы завершить эту гонку. Вот он уже финиш. Я прошел этот путь. Течение совершил, веру сохранил. «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Тимофей, я не хвалюсь, но я ожидаю этот венец. Когда проходили Олимпийские игры в Греции, кто-то занимал первое место, то ему давали венец из особых листьев и надевали ему на голову. Победитель получал свою награду, аплодисменты, поздравления. И Павел пишет, «Тимофей, я уже почти закончил, и венец праведности ждет меня. Я сохранил самоотношение с Богом через Иисуса Христа, и мне готовится награда, праведная жизнь, венец правды. И Господь, праведный судья, царь праведности, Он вручит мне этот венец. Вон и день. Павел уже предвкушает. Вот представьте, победитель гонки поднимается на подиум, чтобы получить медаль или венец. И праведный судья, Иисус Христос, поднимается к нему с улыбкой на лице. Иисус Христос подходит к Павлу, обнимает его и говорит, «Хорошо весьма, добрый и верный раб». И он берет венец правды и возлыгает на голову Павла. По лицу Павла, возможно, стекают слезы. И Павел произносит, «Я сделал это той силой, которой ты наделил меня». Тимофей, ты сможешь дойти до финиша только в том случае, если будешь сохранять фокус. Если будешь помнить о награде, помнить о том, что ждет тебя в будущем, будет трудно, будет тяжело, но ты должен идти вперед, ты должен смотреть в будущее. Этой зимой проходили зимние Олимпийские игры. Я, наверное, говорил вам о том, что мы с своей семьей любим смотреть эти игры, мы можем засиживаться допоздна и смотреть самые разные соревнования. Но нашим дочерям особенно нравится фигурное катание. Очень красивый, изысканный, нежный вид спорта. И когда начинается трансляция фигурного катания, то наши женщины прилипают к телевизору. Но даже я, признаюсь, люблю смотреть эти соревнования. Я помню выступление одной фигуристки из Канады, ее звали Джонни Рошет. От нее ждали достижений на этих играх, и она была одной из кандидаток на медали. Но за 72 часа до ее выступления произошло что-то ужасное. На эти игры приехала ее мама, и ей было где-то за 50, я тоже не помню, сколько, 52 или 53. Она приехала, чтобы посмотреть на выступление своей дочери, но ночью у нее был инфаркт, и она умерла. Трудно представить, каково было этой фигуристке. До самого важного выступления в жизни осталось 72 часа. И вот звонит телефон, я не знаю точно, как ей сообщили, но, скорее всего, это было по телефону. Джонни, надо приехать в гостиницу. Зачем? Что не так? Джонни, приезжай прямо сейчас. Плохие новости. У твоей мамы инфаркт, и она умерла. Весь мир рухнул. Люди гадают, а будет ли она выступать? Никто бы не удивился, если бы она сказала, извините, не надо поехать домой, не надо планировать похороны моей мамы. Она пробовала тренироваться на следующий день, ничего не получалось. Но она думала про себя, если бы моя мама была здесь, она бы хотела, чтобы я участвовала. И вот настал момент соревнований. Она вышла на лед, никто не знал, что ожидать. Она начала выступление, и у нее стало хорошо получаться. Люди на трибунах не знали, как себя вести, аплодировать или плакать, или просто тихо сидеть. Но она продолжала. И продолжала. Она удивительно хорошо. И когда она закончила, трибуны взорвались с аплодисментами. Люди встали со своих мест, с их глаз катили слезы. И все думали, что она сейчас скажет? Она остановилась после своего выступления, склонила голову, подняла ее и произнесла слова. И по движению ее губ было понятно, что она произнесла что-то для своей мамы. Я сделала это. Из глаз полились слезы. Через несколько дней нужно было участвовать во второй стадии соревнований. И в итоге она стала третьей. Вы спросите, как она смогла? Если бы моя мама или мой папа умер, то я бы сказал, я уехал, я не смогу. Но она смогла, потому что сохранила фокус. Она тренировалась, она была готова, и случилось самое страшное, что, наверное, могло случиться. И она сказала, я хочу оплакать свою маму, и я сделаю это. Но сейчас я сфокусируюсь на той цели, для которой я приехал сюда. Я бы сказал, что в христианской жизни все так же. Вы — это фигуристка. Вы, как и она, только вы последователь Иисуса Христа. Что-то будет происходить с вами, возникнут трудности, и Павел дает понять, «Мне беспокоит то, что происходит с тобой, но ты должен сохранить фокус. Фокус на своей миссии, на своей награде, на своем призвании, на Иисусе Христе. Потому что именно Он даст вам силу, когда вы слабы. Он достигнет поставленных целей через вас. Вы должны сохранять фокус». Итак, мы закончили разбирать начальные стихи «Прощание Павла». Первые восемь стихов. Когда мы вернемся после перерыва, мы будем читать последние стихи последнего послания, написанного когда-либо Павлом. А сейчас перерыв, после которого мы продолжим. Продолжение следует... Продолжение следует...